Индивидуальная творческая манера, необычный динамичный колорит, художественное мастерство, игра красок, выразительность и изысканность. Это все про него и про его творчество. В юбилейной экспозиции Леонида Радько, которая открылась в выставочном зале Общественно-культурного центра на улице Советская и уже ждет своих гостей, представлено 69 броских и теплых, глубоких и запоминающихся работ художника. Кроме картин, привлекающих своей многообразностью, на вернисаже представлены скульптурные композиции из дерева и металла. Этот человек для меня является действительно белорусским Ван Гогом. Живопись его не похожа на другие стили других художников, но он очень колоритен, очень эмоционален, отличный цветовик. Живопись его заставляет задуматься, заставляет посмотреть на мир другими глазами, глазами художника, можно даже сказать. И от его живописи исходит какой-то незримый цвет и цвет, который воспринимает человек. И его живопись заставляет любить жизнь. Диапазон творчества автора широк и разнообразен. На выставке презентованы работы в разных стилях и жанрах. Живопись и графика, пейзажи, красочные натюрморты, портреты, декоративно-прикладное искусство. Сам Леонид восхищается творчеством французских импрессионистов и старается быть их последователем. Отсюда, наверное, и своеобразное прозвище – белорусский Ван Гог. В каждой картине Леонид Радько оставляет частичку себя, частичку своей души. Это откровение художника. Откровение для нас – это любовь мастера классической живописи. Но все-таки его творчество – это эксперимент с цветом, с фактурой, со светом. А живопись для него – это полет души. Люблю цвет живописи. Акварель, масло, пастель. Ну, портрет люблю делать, пейзаж, натюрморты. Классические такие жанры. Юбилейная творческая выставка известного художника-живописца-графика, дизайнера Леонида Радько, с которой имеют возможность познакомиться все желающие, не могла оставить равнодушным ни одного из гостей на открытии вернисажа. Это, бесспорно, один из самых ярких и искренних мастеров в кисти нашего региона, обладающий индивидуальной и утонченной манерой письма.